Изящные наряды, легкая поступь моделей на подиуме. В Брянске прошел конкурс профессиональных моделей «Лицо будущего-2014». Вот уже четверть века театр моды «Образ» воспитывает юных моделей. Девушки изучают не только мастерство работы на сцене, но и совершенствуются духовно. Сейчас у нас занимается больше 150 человек. А вообще контингент не сосчитать. Через наш театр прошло свыше двух тысяч, около трех тысяч детей, которые обучались этому ремеслу. То есть эстетике, культуре поведения, гармоничной походке, стилю, созданию коллекции, умению вести себя в обществе, мейкап, диетология, фитнес. Набор программы просто не скончаем. Образ известен знатокам моды не только в Брянске, но и далеко за пределами России. Выпускницы театра покорили не одну мировую сцену. Победительницы конкурса «Лицо будущего» сегодня работают с известными модельерами мира. В целом я могу сказать, что Брянская земля, она плодовита на женскую красоту, на модельную красоту. Соответственно, с года в год мы кого-то находим, начинаем строить карьеры. Сначала готовим к Москве, потом они выезжают работать за рубеж. География от Токио на востоке до Нью-Йорка на западе, в том числе Западная Европа. На протяжении полугода модели театра готовились к конкурсу «Лицо будущего-2014». В нем участвовали не только опытные манекенщицы, но и те, для кого выход на сцену стал дебютом. Из 70 полуфиналисток в финал вышли лишь 40 участниц. На заключительном этапе конкурса жюри оценивало актерское мастерство и умение двигаться на сцене. Завершил конкурсную часть тур «Дефилет» в дизайнерских нарядах. Лицом будущего 2014 стала ученица первой гимназии Екатерина Золотарева. В театре моды она занимается уже три года, и это ее первый профессиональный конкурс. По ее словам, красота девушки заключается в гармонии красоты души и тела. Это огромная честь, в принципе, пройти отбор, а победить – это просто что-то космическое, какое-то ощущение. Я принимала участие в различных показах, но вот конкретно в таких, где выбирают лучшую, я участвую в первый раз. И, конечно, для меня это был огромный шок, когда я услышала свое имя, я никак не ожидала, что первый раз получится. Сегодня образ является филиалом интернациональной группы «Модзум» и региональным представителем Международного фонда развития моды в Брянской области. Лицо будущего – не единственный конкурс, который организует Театр мод. Ежегодно в региональном центре проходит «Территория моды», «Маленькая красавица России» и «Юная супермодель». Надежда Макарова, Владислав Бояровский, Артемий Наумов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.